Я хочу удивительную вещь сказать. Это всех захватит, потому что это так интересно. Кто владеет вечностью, тот и управляет собой, управляет всеми. И ему кажется, что у другого этого может и не быть. И на самом деле вечность появляется тогда, когда ты снимаешь напряжение, выхожешь на состояние такой бездонности, такого состояния благоденствия, вот это состояние контакта с вечностью. Вчера смотрю видео в интернете. Стена плача. Евреи в пейсах. У стены плача делают повторяемые движения. Повторяемые движения, и один входит в это состояние бесконечности, вечности. И рядом там кто-то тоже читает и делает повторяемые движения. Вы представляете, что это такое? Я как психофизиолог вам объясняю простую вещь, что религии все основаны не только на теориях, они основаны на этой глубинной природе человека выходить в контакт с вечностью. Они выходят к вечности. И что такое молитва? Это повторяемые действия. А если еще сопровождается всем корпусом тела, это более такое разгрузочное действие. Это одновременно разгрузка и загрузка. То есть человек разгружается от того, что все накопилось, от всех шаблонов и каких-то страхов, стереотипов. Выравнивает свое настроение в ритме повторяемого действия, в ритме молитвы. И одновременно на этом чистом поле загружается. И это получается перезагрузка. Но удивительная бомба-то самая не в этом. А бомба самая в том, что так мама качает ребенка, подбирая ему ритм, соответствующий его напряжению, и он успокаивается. Стена плача. Евреи. Они стоят, делают повторяемые движения. Или читают Туру. Или человек, который нервничает и думает над чем-то, и ходит туда-сюда по комнате, или сидит ногой, качает, или пальцами постухивает, или жвачку жует. Вы посмотрите. В основе всего некоторое напряжение, которое снимается повторяемым движением. И если человек владеет этой технологией, он и загружается тем, чем он сам хочет. Он освобождается от того, что есть, научаясь думать о конкретном, в ритме мышления, о вечном. Так вот кто владеет собой, и кто владеет Вселенной. Вот кто умеет управлять ситуацией. И вот поэтому каждый человек должен знать этот механизм. Мама качает ребенка, ритм повторяемой молитвы, жвачка рок-н-ролл, хождение туда-сюда по комнате, качание ногой, все это взаимосвязано. А вот кто знает метод ключ, он может разобраться, какой сегмент этого использовать для того, чтобы снять напряжение, или мобилизоваться, или перезагрузиться, или создать художественное произведение. Потому что он может, соединяясь с вечностью, снимать лишний шаблоны, страхи, стереотипы, и выходить на новое. Созидать. Да, и поэтому на самом деле религии все спорят. Это чисто теоретически, а база-то у них у всех одна. Это разгрузка с перезагрузкой на основе повторяемых движений. Но у нас есть методы ключ, не только повторяемые движения, у нас там есть и прямой выход к этому состоянию безмятежности. Методом ключ можно делать и так, и так, и так. Теперь лучше будешь понимать, как устроены все методы мира, как устроена молитва, как устроено творчество, вождение, разгрузка, перезагрузка и все остальное. Почему я даже должен был сказать, почему считается, что евреи умные, потому что они используют ключевые действия, они осознанно. Их никто этому не учит специально, ты когда делаешь это, повторяй вот так. Их никто не учит. Это инстинктивные механизмы, которые работают, а они себе в этом позволяют себе быть таким. И по существу они как-то немножко в строе природы, да. Не только еврество и буддизма, потому что буддистская медитация тоже повторяемые действия. Посмотрите, что в основе всех религий одни и те же психофизиологические механизмы. Разгрузка и перезагрузка. А человек-атеист, например, может этим механизмом пользоваться для того, чтобы разгрузиться и перезагрузиться в деятельности, создать себе мотивацию. Ну, я, например, рисую, вот рисую картины, я тоже вот перезагружаюсь. Как-то у нас курс проходит, он понимает, как одним легким движением к плечам снимать на плече.